В администрации Фокина состоялось совещание главы городского округа Александра Баранова с руководителями структурных подразделений и учреждений по вопросу организации проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На заседании составлен комплексный план мероприятий, реализация которого уже начата. Подробнее о событии – наш следующий сюжет. Отметить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне достойно. Начав совещание, глава города акцентировал внимание собравшихся на том, что до юбилея Великой Победы осталось совсем немного времени. В связи с этим необходима максимальная концентрация всех сил и средств, чтобы подобающим образом организовать и провести все запланированные мероприятия. Александр Баранов также напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу этой работой заниматься ответственно, творчески и, главное, искренне, исключив в принципе формальный и равнодушный подход. С учетом того, что 2020 год у нас является годом 75-летия Победы, поскольку у нас и президент это дело поставил в угла уже с первых дней. Начинается мероприятие федерального масштаба общегосударственные, готовится мероприятие международного плана и, естественно, все это дело должно проходить и на территории муниципалитета. При подготовке основной акцент необходимо сделать на оказание всестороннего внимания ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, проведению культурных мероприятий, а также мероприятий, направленных на общее благоустройство территории городского округа. Привести в порядок памятники, обелиски, улицы, скверы и парки, подчеркнул глава. К 1 мая город должен быть полностью готов к проведению праздничных мероприятий. Территории должны быть обустроены, то есть не должно быть у нас раскопанностей, пыли, грязи и так далее. Планируем до 29-го завести грунт по всем этим раскопанным, убрать скамейки, урны старые, весь мусор побелить, покрасить, где возможно посадить цветы, деревья. До 5 мая планируем зааспортировать дорожки в районе памяти Калинина, которые не удалось зааспортировать. До 1 мая фасад ГОФа, покрасить, освежить, ремонт лестницы. Праздничная иллюминация, установка баннеров с социальной рекламой, обустройство новых малых архитектурных форм, цветочных композиций в соответствующей цветовой гамме, символикой Победы, высадка зелёных насаждений. К 75-летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией уже началась акция «Сад Победы» – «Сад жизни» по посадке 27 миллионов деревьев в честь погибших в Великой Отечественной войне. В ходе совещания прозвучали предложения по благоустройству Центрального парка, а также улиц Постникова, Ленина, Белышева и Крымского проспекта. Должны быть, первое, восстановлены зелёные насаждения на улице Постникова, это от Постникова 19 до улицы Ленина и далее до Белышева. Улица Центральная, Крымская, сторона, которая проходит на, как говорится, где гостиница и так далее. Вот у гостиницы есть декоративный кустарник, а дальше где вот этот сарай, который вид портит городу помойкой, а нищенка там, воинские эти склады и так далее. Ну там проходит, поэтому предлагаю там посадить сирень. Она у нас высокая, плотная, чтобы с дороги весь этот бардак не был. В ходе совместной работы всех заинтересованных лиц был сформирован план основных мероприятий празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в котором представлены события юбилейного года. Старт некоторым из них уже дан. Он включает традиционные культурные мероприятия, мероприятия социальной направленности, благотворительные акции, встречи и митинги. У нас сейчас идет месячник патриотического воспитания, он проходит традиционно каждый год, 23 февраля. Весь упор делается, конечно, на 75-летие Победы. Также в школах будут проходить различные мероприятия, будет достаточно многое. И планируем еще конкурс инсценированной песни военной тематики, мероприятия. Но классные часы, все это будет приглашать мы ветеранов. Основная задача празднования годовщины Победы состоит в том, чтобы показать ветеранам благодарность народа. Праздник необходимо сделать самым красивым, теплым, душевным, запоминающимся. Пожилые люди должны почувствовать себя героями нашего времени. Важна адресная помощь и индивидуальная работа с каждым из ветеранов. Ведь их с каждым годом становится все меньше и меньше. Сегодня на территории Фокина проживают три блокадника, пять участников Великой Отечественной войны и 32 труженика тыла. Уделить внимание нужно каждому из них. Отметим, что комплексная работа по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне продолжится и дальше. В администрации в ближайшее время состоится расширенное заседание Комитета Победы. К обсуждению планируют привлечь не только руководителей предприятий и организаций, но и военнослужащих. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...